Сообщение об упавших деревьях побили рекорд в соцсетях. Ветки падали на автомобили, автобусы, проезжую часть и пешеходные дорожки. Их тут же подхватывал ветер и уносил дальше. За день до шторма прогнозировали, что порывы ветра достигнут 22 метров в секунду. А уже 30 ноября прогноз стал более жестким – до 25. Согласно шкале Баффорта, которую использует Всемирная метеорологическая организация, такой ветер классифицируется как сильный шторм. В ней же добавляют, что ветер этот способен и дерево вырвать, и строение разрушить. Собственно, и рушил. И это только оторванная обшивка. На улице Юната в доме номер 12 вовсе сорвало крышу. А ведь жильцы уже как два года жаловались на хлипкость покрытия. Теперь, видимо, разговор с надзорными органами будет более предметный. Всего же, как посчитали региональные СМИ, ущерб от урагана составил сотни тысяч рублей. Сейчас службы города активно устраняют последствия. Привлекают и коллег из других регионов. Например, в Спасском районе восстановлением подачи электричества в дома занимались две нижегородские бригады. А это кадры с остановки общественного транспорта «Химволокно». Здесь произошла авария, в которой погибло два человека. По предварительной информации, 39-летний житель областного центра, управляя грузовым автомобилем Шанг-Си, не справился с управлением своего авто и совершил наезд на стоящих на тротуаре трех женщин. В результате автоаварии две женщины погибли на месте дорожно-транспортного происшествия. Еще одна была госпитализирована с травмами в больницу. В СМИ сообщили, что 61-летняя женщина получила множественные переломы и травмы. Ее состояние врачи оценивают как удовлетворительное. Пациентки проводят репозицию перелома лучевой кости и устраняют вывих плеча. Госавтоинспекция выступила с важным заявлением к водителям в связи с изменением погодных условий. В сложившихся погодных условиях Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными при управлении транспортным средством. В обязательном порядке соблюдать скоростной режим, боковой интервал, а также дистанцию до движущегося впереди транспортного средства. А всем пешеходам уже МЧС напомнила основные правила. Во время сильного ветра нужно избегать хождения у деревьев и рекламных конструкций, а лучше и вовсе переждать непогоду дома. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».